Доброе утро! Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим, это один из 12 главных православных праздников, следующий за Пасхой и Рождеством. Почему он называется именно так, в чем заключается смысл событий и как правильно его отмечать, узнаем у гостя в студии. Ирея, председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Антонием Долгушиным. Отец Антоний, доброе утро! Доброе утро! Давайте немного вспомним историю, что это за праздник Вербное воскресенье. Но если мы с вами откроем Евангелие, то мы встретим следующее повествование, где говорится о том, что Иисус Христос после воскресения Лазаря, как раз сегодня этот праздник, эту субботу, когда мы вспоминаем воскресенье Лазаря, входит в Иерусалим. Точнее, он въезжает, как мы видим в повествовании, на ослике, и его встречают восторженные люди, которые кричат «Осана вышних!» «Приветствуем тебя, царь израильский, сын Давидов!» Стелят под ноги ослика свою одежду, отрезают ветви, пальмы, деревьев, встречают и восклицают его. Вот как раз-таки, да, пальмовых ветвях, именно с них все пошло. Но у нас почему-то это верба символизирует этот день. Ну, эта традиция начинается с Древней Руси. Понятно, что ветви пальмы мы не можем найти, да, Россию. В свободном доступе нет. И в замену этого пришли ветви вербы. Деревья с вербами, да. Собственно, вы уже сказали, что он въезжал в город, да, и его приветствовали. Отсюда второе название «Вход Господень в Иерусалим», правильно? Правильно, да. Вы назвали, как раз имеется несколько названий, «Вход Господень в Иерусалим», «Неделя Вай», либо «Вербное воскресенье», как у нас в России. Что олицетворяет вербой, как правильно ее освящать? Ну, что олицетворяет, мы разобрались, да, это пальмовая ветвя, а как правильно ее освящать? Ну, принято, что уже ветви вербы приносят люди уже вечером. Сегодня вечером на богослужение. Накануне, получается. Да, накануне совершается молитва. И в молитве, когда мы ее будем разбирать, освящение вербы не горится ни слова. Здесь говорится следующее, что «Господи, дай нам возможность пережить те события, которые пережили люди, когда встречали тебя, и дай нам спасение и защиту». А верба есть только символ воспоминания тех событий. Мы, подражая тем людям, встречаем Господа нашего Иисуса Христа. Скажите, а что можно в этот день делать и чего категорически нельзя? Ну, подразумевается, что православный христианин начинает каждый праздник с богослужения, приходит в храм, по возможности причащается, соединяется с Богом. Ну и потом, конечно же, в кругу семьи поздравляет близких и родных. Но отчасти этот праздник, с одной стороны, и радостный, а с другой он и грустный. Потому что буквально приближается так называемая Страстная Седмица, когда мы с вами переживаем сугубо страдания Господа Иисуса Христа и Его смерти. Страстная Седмица – это, по-моему, ведь тоже очень такой строгий, наверное, пост. Это очень тяжелая неделя. Да, это Страстная Седмица еще называется Великой. Каждый день, понедельник, вторник и так далее, называется Великим. Это еще правильный Иоанн Кронштадтский говорил, почему же дни эти называются Великими. Потому что происходит великое событие, что, умирая и страдая на кресте, Бога-человек, Иисус Христос, отдает жизнь свою за людей, за спасение от грехов. И каждый день этой Седмицы он нам напоминает о чем-то, если буквально кратенько, по порядку. В понедельник мы вспоминаем с вами Иосифа Ветхозаветного. Это прообраз его жизни, это прообраз спасителя страдания. Во вторник мы вспоминаем с вами притчу о талантах. Господь каждому дает из нас таланты, но порой бывает, мы их зарываем где-то с земли. В среду мы вспоминаем события, когда Иуда за 30 серебриков предает Иисуса Христа, и он готов указать, где он будет, чтобы его схватили. В четверг мы вспоминаем одно из главных событий, это установление таинства, причастия, когда Господь Иисус Христос собирается вместе с учениками и дает им наставление по этому поводу. В пятницу мы вспоминаем, когда Иисуса Христа схватили, распяли, в субботу, в пятницу он умирает, в субботу погребение, сошествие Господа в ад. Ну и все православные христиане с субботы на воскресенье в ночь встречают самый главный праздник. Светлый праздник Пасхи, конечно же. В этом году он выпадает на 5 число, на 5 мая. Скажите, если говорить о вербах, немножечко назад вернемся, некоторые люди, как Марина, переживают насчет того, что кто-то увечит деревья, отламывая веточки и так далее. Есть ли в этом необходимость? Нет, у меня другой вопрос. Можно ли здесь, я неоднократно видел сам в магазинах и так далее, где продают веточки, искусственные пластиковые или что-то еще, можно ли с ними прийти в храм и как люди их освещают? Я вам больше скажу, что в каждом храме округа готовятся вербочки для того, чтобы раздать людям, чтобы они сопереживали, были причастны к этому празднику. Так что, я думаю, не стоит в городе отрывать веточки, потому что, ну, все готово. Если есть возможность, бывает, при храмах люди кто-то продает, ну, на крайний случай можно и какую-то пластмассовую, не знаю. Какую-то альтернативу. Да, это и есть напоминание, это не центр праздников. Понятно символ, все понятно. Вам спасибо огромное, что пришли, рассказали. Рады видеть вас всегда в студии. И с наступающим праздником на вас, конечно. С наступающим. Друзья, с гостем прощаемся, вам говорим, вернемся буквально через одну-две, может быть, минутки и продолжим. Спасибо. 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 Спасибо.